Доброе утро, мои хорошие! Тере, омикус вам всем, Асчутского озера. Наше утро началось с дождя. Обещали, передали грозовое, предупреждение было, ливни. Мы только выпили кофе. И тут, пожалуйста. А пахнет свежо, хорошо. Смотрите, как у нас интересно. И дождь, и солнце, все одновременно. После такого должны пойти грибочки, наверное. Льет прям. У нас вроде распогодилось. Но знаете, когда вот так вот дождик по крыше, да еще на даче, в лесу, у нас в результате получился какой-то день тюлень. Но сейчас мы будем убираться, готовиться к приезду наших. Первым делом, что я буду делать, и вообще, в принципе, что я делаю постоянно, я буду чистить камин. Специальное средство, а то стекло становится такое, знаете, как это, не тухом, как... Ну, короче, как в саже, да. И не просто так протереть, да, но все-таки его надо чистить специальным средством. Так что сначала чистим камин, потом, ну, это пыль, все это пропылесосить, полы помыть, половички стрелять. В общем, такая уборка. В общем, готовимся к приезду. Вот, сегодня приедет, поздно приедет муж, приедет Василий, а завтра утром, ну, наверное, в первой половине дня приедут уже Сандры и Леша. Но я даже не связывалась еще, Сандры приземлились они уже в Таллине или нет, я даже не знаю, все чего-то как-то. Вот, ну, а сейчас пойдемте почистим камин с вами. Камин надо чистить, так довольно часто. Ну, у него, видите, такой вот налет получается с той стороны изнутри. Если не помыть, то он не очень красивый. Подписчиков много, зрителей много новых. Не каждый видел, как открывается этот камин. Я вообще, в принципе, показывала. Открывается для чистки он вот так. Потому что просто вверх стекло вы его не почистите. Он как вот аквариум выезжает. И сюда вот так изнутри специальный такой раствор для чистки стекул. Вот так вот. Сейчас он так вот стечет губочкой, салфеточкой. Ну, в общем, потрудиться нам. Красивый он красивый. Тепло от него. Ну, уход, конечно, тоже нужен. Вот так вот. Ну, вот минут десять постояла. И теперь губочкой так вот помоем, прополощем. Ну, вы поняли. Ну, в общем, уход за ним, конечно, нужен тоже. Чтобы это все прозрачное, чистенькое, красиво. Потом надо будет заправлять. Пойдем с вами в сарай. Все. Помыли мы его. Задвигаем обратно. Закрываем. Сейчас будем его заправлять. Теперь газета, палочки, а теперь дровишки. Мама учила корой туда. Тудысь. Вот так вот. Сейчас здесь вот это все подметю. Все. Мы убрались. Очень хорошо, знаете, помогает Кристина. Уже она взрослая и хорошо помогает. Полы намыты. Веранду она здесь подмела. Помойку вынесла. Там в туалете все это подмела. Полы помыли. И все. Все, ничего. Теперь будем ждать Василия. Сандра пишет уже, что они приземлились, долетели хорошо. И уже скоро будут двигаться в нашу сторону. Так что будем ждать теперь наших молодых. Сейчас, во-первых, я вам покажу, сколько градусов на градуснике. На минуточку. Это июль месяц. И, в общем, сейчас будем ждать Василия. Василий сейчас приедет. А наши утром приедут. И тогда посмотрим, что он там привезет. Все распихаем по холодильникам. Ну, в общем, такая обычная рутина. Обычные будни. А теперь показываю градусники. Готовы? Июльская середина июля. Или сколько там? Какое сегодня число, да? Июль месяц. Июль месяц. На градуснике. 15 градусов. Не 16, а 15. Знаете, холодный ветерок. Довольно холодный ветерок такой. Вас сейчас приятно растопим. Чтобы ему было уютно зайти. И я пойду что-нибудь покушать. Наверное, ему надо сделать. Мама вроде-то картошечки почистила. В общем, это такое простое. Буду его ждать. И покажу вам, что он привез. Потому что у нас как бы немножко такой будет фуршет. Что день рождения. И шашлыки будут. И какой-то небольшой холодный стол. У нас тоже что-то привезут. В общем, все покажу. Сейчас ждем Василия. Будем его встречать. Так, 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 так. Понеслась, понеслась, понеслась. Ребенок понесся первый. Привет! Привет! Встречаю! А ты все... Встречаю, встречаю! Встречаю, как же! Как ты тут близок? Как ты тут? Да! Как ты тут? Ой! Ой, привет, да! Ну что, давай, Лёгенькая. Кристина, тоже помогай. Это моя, это моя. А, еще что-нибудь оставишь? Вот это пижама. Ага, так и все. И мои рубашки белые. Хорошо, хорошо. Твои рубашки белые. Понятно. Так, это что? Это сразу в шкаф. Ага, хорошо. А это тебе, да. Спасибо, спасибо. На просмотр. Да, спасибо. Так, это... А это... А это ответственная вещь. Так. О-о-о-о! Это Кристине надо нести. Нет, нет, бери вот сюда. Да, это дело такое. О-о-о! Понесли, понесли. Ой, понесли. Так, это нам на завтра. Но уж нас будет такой большой. Какая оазиска, корзиночка такая. Пакетик такой вот прям. Ай, цветочки нашей Сандрочки. Так, здесь отряд пироженок я просила. Особо сладкого никто не хочет. Так, здесь что-то такое я вижу. Муж не удержался. Ты вас опять не удержался? Ложки. Ложки, ножи. А это... А это он купил эти самые бумажки. Это для камина цвет подбирать. А это на дачу ложечки и на дачу ножи. Новенькие. Посуду, короче. Так, дальше. Так, здесь привез закуски на завтрашний холодный стол на Сандрон день рождения. Вот такие бутербродики с красной рыбкой. То есть в Сильвере такие закусочки делаются. Ну, вы знаете, да, на праздничный стол. Я сама, короче, ну спасибо. Сейчас я... Это я просто показываю зрителям, что нам завтра на холодный стол. Наши тоже что-то привезут из закусок. Вот. Это ветчинные рулетики. Несколько таких вот пачек. Так, шашлыки. И это значит... Сейчас я вам расскажу, что это такое. Ну, я завтра покажу тоже, конечно, на столе. Это вылейва торт. Торт, бутербродный торт. Или как-то солененький торт. Вот такой вот. Интересно. И с килечкой. Завтра покажу подробно на столе. Шашлыки. Снова улитки. Вот мы просили улитки. Завтра у нас много. Так, это что такое? Ага. У нас, смотрите, что. А, это то, что мы на Новый год обычно пили, да? Так, это мыло. Ставь сюда. Покажу. Это мыло для рук на кухне. Это фейерит. Я все заказывала. А это нам шампанское на завтра. У нас завтра будет и день рождения. И не только, в общем. Так, масло растительное-то я тоже... Кристина, поставь туда бутылочницу на кухне, пожалуйста. Так, соки разные. Кетчуп, шашлыка. Колбаски, соки. Потому что сок надо будет и Кристине, и Леша за рулем. Они уедут. Да, спасибо. Картошку положи прямо и поставь. Да, ага. Потому что Леша тоже пить нельзя. Он за рулем. Так, и колбаски. Колбаски трех луков. Я просила не сильно много, потому что еще бы я хотела съездить за рыбой. Поэтому шашлыки, наверное, будут только день. А потом мы с вами за рыбой поедем. И посмотрим, что там за цену на рыбу. Есть ли она вообще какая она тут есть на побережье Чицкого вывера. Вот еще такие колбаски. Но колбаски вам уже знакомы. Так, здесь... Это... Вася, наверное, попал под татарный контроль в этом... Когда брал с пикалкой. Когда на контроль попадаешь, и все у тебя в кассе правильно. Со штырик кода с читывателем. Тогда они дарят обычно какую-то шоколадку. Паштет. Еще ветчинки. Ну, это так на бутербродики. Руки пал. Это бутербродик, чтобы утром скушать. Молока полторашка. Это, Вася, ты попал под контроль? Да? Да, я так и знала. В этом в призме. Я так и знала. Ты попал в призме под контроль. Я думал, там, это самое, из-за алкоголя, что там, типа, там же надо... А, снимать, да? Ага. Совершеннолетний там. Ну, типа, знаешь, там это, как бы, да. То есть у тебя вид несовершеннолетний. А у меня как будто вид, да. Для декоративного камня ты привез, значит, да, штуки, чтобы их намазюкать. Угу, угу. И кисть. Широкую, да? Широкую кисть, 75, да. И вот ту стенку новую, которую мы с вами делали. Я бы не понял, тут разбавлять надо или нет. А, надо читать, Вася. Все надо читать. Там написано на... Не по-нашему. А есть переводчик в самом телефоне. Ага. С какого языка? С любого, Вася. С любого? Абсолютно, абсолютно с любого языка. Там же, там же выбирается аргумент. Нет, он сам выбирает. Да? Он все сам выберет. Так, салатики картофельные. Это на завтрак хлебушек. Хлебушек. Так, здесь я бальзам для волос просила. У меня дома. Казин, в баню вот этот. Отнеси, пожалуйста, бальзам Ритуалус для волос. Так, здесь у нас что? Черешня, огурчики, помидорчики свежие. Это к шашлыкам. И сам армянский шашлык. Аж целых два. Папа решил накормить всех. Как ужинать. Нас все-таки прибавилось людей. Но я все-таки хотела, чтобы не так многое, что мы потом за рыбой поедем. Ну, значит, я ему положу с собой. Или нашим с собой может положить. Да, нашим надо с собой. Что-то слишком много всего. Так, все вам показала. Все рассказала. Теперь пирожные же. Пирожные уже надо в холодильник. Ой, места-то нет уже. Так, ложки это все мы с вами попозже распакуем. Цветы, наверное, надо в гараж. Там холоднее. Милости просим. А, тут надо раздеваться. Хе-хе-хе. И раздеваться. И раздеваться. И раздеваться. Ой, ну здрасте. Здрасте. Привет. Ничего. Ну что, заходи. А так как на улице. Да, вроде как-то. Это и из окна смотришь. А так ничего, да? Ничего еще, да? Ну-с. Мир дома сему. Заходи. Гостем будешь. Где-то это и видел. Ты уехал так быстро, что ничего... Не заказалось. Ты уехал так быстро, что ничего. Забыл, наверное, все. Я думала, что топить, не топить. А что-то как-то... Это, да, вроде и не надо. Жанка будет от волнения. Да, давай. Я не ел шесть дней. Это с этой фразы. С этой фразы. Муж сюда заходит домой. Все, иду ужин, да? Разогреваться. Все разобрали. Муж посажен ужинать. Сейчас руки, по-моему, приходят. Вот, так что я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И завтра мы ждем Сандру, ждем Лешу. И завтра будем праздновать и день рождения, и помолвку. Кто еще не знает, Леша сделал Сандру предложение. Вот, так что завтра будет очень интересный день. Лась, садись кушать. Все. А с вами я прощаюсь. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok